Ради одной женщины сегодня работает 25 человек, которые посменно ходят в реанимационное отделение. 25 человек ушли в резервацию, скажем так, добровольную, ради одного человека. Это что? Да ничего, работа это наша. Но здоровье любого человека является, жизнь и здоровье является для нас наивысшей ценностью. В этом, в общем-то, суть работы любого врача, и ничего нового мы в этом отношении не привносим. Что очень удивительно, ради одного единственного человека. Сегодня он один, завтра их будет 10, это не имеет никакого значения. Наша работа лечить больных людей, и мы этим занимаемся. Когда нет смены, то мы в ЧЛХ, нас в приюте или ЧЛХ, мы в ЧЛХ находимся. А что такое ЧЛХ? Челюстная лицевая хирургия. Там располагается наша зона отдыха. Наверное, сложно даже не самоизоляция, сложно то, что родных не видишь. Вот это да, есть такое. Здесь важно сказать, что все-таки это не лепрозорие, вопреки распространенному мнению, никто нас здесь не закрывает, гвоздями двери не заколачивает. Это сознательное решение большинства из нас, это доктора как бы люди семейные в основном, поэтому они не хотят идти домой, будучи потенциально контактными с инфицированными больными. Как бы администрация больницы пошла нам навстречу, нам организовали, организовали наш быт, организовали условия для жизни. Понимаем, что каждый выход к больному, это по сути экзамен. Экзамен в первую очередь, чтобы не заболеть самому, и чтобы помочь человеку, попавшему в беду. Питание, которое вы задали, чи боязно, чи не боязно, кто должен идти на работу, кто нет, то каждая людина медик, мы все знали, на кого и шли учиться. То так, чи то медсестра, чи то лекарь. Профессия – помогать людине. Тут нема вопрос, чи хочу идти, чи не хочу. То наша профессия, то наш обязан. Тут и мови нема. Для всех хочу еще раз повторить. Симптоматически пневмония проходит очень тяжело. Человек после 7 дней в реанимации все равно чувствует нефатку воздуха. Нет сил, нет желания особого жить. Вот для этого сегодня надо все делать возможное, чтобы уберечь себя и не заболеть. Продолжение следует...